Симметрические многочлены. Какие вообще бывают симметрические многочлены? Давайте мы будем жить сегодня в переменных x1, x2 и так далее. Ну вот, есть такие элементарные симметрические многочлены, да? Такие e1 — это сумма x-итых, да? e2 — это что? Ну, это такое попарное произведение переменных x. Давайте я так запишу 1 меньше либо равно i, меньше g, меньше либо равно n, x, x, g, да? Ну, там e3 — такая сумма тройных произведений и так далее. en — это x1 и так далее, xn. Это элементарные симметрические многочлены, они называются элементарными, и элементарные симметрические многочлены. Ну и действительно, теорема, она называется основная теорема о симметрических многочленах, которую многие умеют доказывать, она состоит в том, что если есть любой симметрический многочлен, ну, не знаю, там, x1 в кубе плюс x2 в кубе, допустим, он является многочленом от элементарных симметрических. Ну, например, как выразить через элементарные симметрические этого x1 в кубе плюс x2 в кубе? То есть мы хотим x1 в кубе плюс x2 в кубе выразить через, значит, e1 — это x1 плюс x2, и e2 — это x1, x2. А у нас больше двух переменных, никого нет, да? Ну, это вроде как что-то... E1, E1 умножить на... E1 в квадрате плюс 3 в кубе. Вот так вы говорите, да? Квадратик, квадратик. E1 в квадрате должен быть где-то. Вот здесь. Да, то есть e1 в кубе минус 3... Давайте я перепишу. E1 в кубе минус 3, E1, E2. Да, такой многочлен от... Ну, то есть видно, да, что это многочлен там x от двух переменных, от переменных, там, у и в, в которые мы подставили E1, E2, и вот получили... Такое многочлен сейчас это правда, да? Вроде правда. Да, отлично. И действительно, основная теорема о симметрических многочленах говорит, что если есть любой симметрический многочлен с целыми коэффициентами, да, если f это симметрический многочлен с целыми коэффициентами, то он представляется... то f представляется многочленом, опять же, с целыми коэффициентами от элементарных симметрических, с целыми коэффициентами от элементарных симметрических. Ну, смотрите, давайте я их... Ну, не знаю, хочу ли я доказывать... Хорошо, поднимите руку, кто умеет доказывать или умеет доказывать теорему, чтобы понимать вообще... А кто когда-нибудь доказывал? А, ну не очень много. Для частного случая считается. Для частного случая не очень. Нет, хорошо. Тогда давайте немножко поговорим вообще про доказательство этой теоремы. Я его расскажу такое, ну, немножко, может быть, не совсем школьное, так что даже те, кто слышали, скорее всего, слышали другое доказательство. Значит, смотрите, давайте я... Вот у меня сейчас элементарные мои симметрические многочлены, они просто занумерованы числами. Давайте я посмотрю... Занумеру их немножко по-другому, а именно скажу, что пусть лямбда — это разбиение... разбиение числа n. Что такое разбиение числа n? Ну, некоторые знают, что это такое. Это разбиение... пусть лямбда. Разбиение — это такое неупорядоченное... Представление числа n в сумму нескольких слабослагаемых. Это представление n в виде суммы нескольких натуральных слагаемых. Нескольких натуральных слагаемых. То есть мы... натуральных слагаемых. Мы берем и представляем n в виде n1, ну, лямбда 1 плюс так далее. Давайте я буду так писать. Мы n представляем в виде лямбда 1 плюс лямбда 2 плюс и так далее, плюс лямбда l, где лямбда и ты — это натуральные числа. Да, вот мы представили, как сумму натуральных слагаемых. А лямбда — это такой вот набор из лямбды тых. Окей? В общем-то, как обычно. Такая история у нас встречалась, когда-то в прошлом году уже. Вот. И... Ну, как вы помните... Да, и теперь давайте я буду называть... Теперь... Вот, e лямбда — это у меня будет такой многочлен. e лямбда 1 умножить на e лямбда 2 умножить на e лямбда l. Значит, e лямбда и ты — это просто лямбда и ты — элементарный симметрический многочлен. Значит, это такое обозначение. А это было определение. Значит, e лямбда и ты — это элементарный симметрический многочлен с номером лямбда i. А e лямбда — это вот произведение всех таких ребят. Ну, хорошо. Это просто такое обозначение, которое мне понадобится. И... Значит... Давайте придумаем еще какой-нибудь... Перед тем, как доказывать эту теорему... Давайте придумаем прямо на ходу... Какие-нибудь... Еще какие-нибудь симметрические многочлены, которые обладают таким свойством, через которые выражаются все остальные симметрические многочлены. Как это можно было бы сделать вообще? То есть... Ну, я хочу сказать, какой... Такой... Ну, вот если у нас есть какой-нибудь... Как бы... Какой-нибудь маном. Значит, придумаем... Еще... Такой... Ну, я напишу в кавычках базис, я потом объясню, что это такое. Еще базис в пространстве симметрических многочленов. В пространстве симметрических многочленов. Ну, вот смотрите, как мы это... Многочленов... Как мы это будем делать? Ну, вот возьмем... Возьмем какой-нибудь маном просто, да? x1 в степени a1 и так далее. xn в степени an. Ну, значит, вот если... Если у нас в многочлене есть такой маном, да? То кто там еще должен быть? А, что такое маном? Это... Многочлен, который состоит из одного слагаемого. Ну, вот если... Если у нас есть многочлен x1 в кубе плюс x2 в кубе, вот у него есть такой маном, ну, такое слагаемое и такое слагаемое. Вот это вот маном, состоящий... Маном вида x1 в кубе. Это маном вида x2 в кубе. Ну, то есть, если... Многочлен... Если у меня есть вообще многочлен какой-то, да? То... Если у меня есть многочлен f от x1 xn, то это какая-то такая сумма маномов x1 в степени a1 и так далее, xn в степени an, да? Это маном. Значит, если у меня есть вот один маном, то... И это многочлен симметрический, то кто там еще должен быть? Потому что с манома, который xn будет в эти степени, а стоят xn в практически не... Да, то есть там... Если там нет равных степеней, а поменьше чуть-чуть получится. Да. То есть, если у меня есть вот такой маном, то мне нужно просуммировать по всем различным перестановкам этих индексов, ну, степеней, да, a1 an, правильно? Ну, вот давайте я и просуммирую, да, и вот возьму x1 в степени a1, xn в степени an, и сумма по всем таким перестановкам набора степеней, ну, с нетривиальным перестановкам набора степеней. Теперь смотрите, а что... Я хочу это как-нибудь обозначить, и я удивительным образом хочу обозначать это m лямбда. Значит, почему лямбда? Ну, потому что, смотрите, что такое этот набор степеней a1 и так далее, an. Ну, на самом деле, это разбиение числа n. Ну, у нас некоторые здесь, если у нас многочлены от n переменных, у нас там некоторые эти степени, конечно, могут равняться нулю, да, но это разбиение, в котором не больше, чем n, это не обязательно разбиение числа n, неправильно я сказал, это разбиение, в котором не больше, чем n слагаемых. Вот набор a1, an это разбиение. Я тут, наверное, не очень хорошо, ну, чтобы обозначение как-то соответствовали, мне тут, наверное, надо было поставить... Давайте я тут напишу n, да, ну, не очень важно, конечно, а тут n большое. Ну, просто чтобы как-то одна доска с другой коррелировала. Значит, a1, an, это разбиение. А что-нибудь видно вообще этими меркерами? И, ну, вот я назову это разбиение лямбдой. Это разбиение лямбда. И поэтому m лямбда – это симметрический многочлен, как вы правильно объяснили. m лямбда – симметрический многочлен. Ну, например, что такое многочлен? Например, m1. Это что такое? Ну, то есть, вот если у меня... Ну, а, я плохо написал, да? Я должен объяснить, что такое... Ну, то есть, я имею в виду, что у меня такое... Что тут у меня написано разбиение, да? А как я буду записывать разбиение? Ну, давайте договоримся, что мы будем записывать разбиение вот через запятую. То есть, если я пишу 1, то это значит, что у меня вот разбиение 1 равно 1. А мы какое число разбием? Ну, 1. Мы разбиваем число 1. Мы разбиваем число, равное сумме тех... Давайте я вот... Мы разбиваем число, равное сумме тех чисел, которые я напишу. То есть, вот такое... Где у меня тут? Вот такое разбиение n. Я буду там... Ему соответствует... Вот... Вот такому разби... Такому разбиению соответствует запись λ1, λ2 и так далее, λn. Вот это вот разбиение λ1, λ2 и так далее, λn. То есть, ему соответствует многочлен m λ1, λ2 и так далее, λn. Вот такому разбиению соответствует такой многочлен. Такая сумма x1 степени λ1 и так далее, xn степени λn. Так, кто такой M1? Ну, E1, да. M1 — это E1. M1 — это просто X1, это просто E1. Ну, вот. М состоит из M1. Ну, это хороший вопрос, но, конечно, M состоит из, там, стольки переменных, сколько мы захотим. Вообще, я, видите, я тут как бы специально, вообще-то специально не пишу, от скольки переменных состоят, зависит все эти мои многочлены, да? Потому что по-хорошему это неважно. Потому что я вообще-то могу жить, считать, что я живу от такого бесконечного числа переменных, просто если у меня всего N симметрических многочленов, то я могу ограничить себя буквой N и говорить, что все остальные E1 плюс 1 и так далее там равны нулю. И, в общем, я могу все это аккуратно сказать, поэтому не очень важно. То есть я каждый раз, конечно, имею в виду, что мы живем от переменных X1 и Xn, но вообще-то это не очень важно. Ну и в данном случае, да, M1 — это X1. Других таких вот симметрических многочленов, они называются мономиальные. симметрический мономиальный. Симметрический многочлен. Но он только один от одной переменной, да? Ну вот есть еще M2 и M1. M1 — это кто такие? M2 — это... Да, это сумма квадратов, да? X1 в квадрат плюс X2 в квадрат. А M1 — это E2. Это X1, X2. Это E2. Вот X1, X2. Ну, да. Ну, хорошо. Теперь вопрос. Значит, вот смотрите, образует ли... Теперь смотрите, вот давайте я посмотрю не на... Возьму любой многочлен от N переменных, с одной стороны, симметрический, а с другой стороны возьму всевозможные мономиальные симметрические многочлены, у которых... у которых число... число частей, количество частей — это N. Правда ли, что я любой симметрический многочлен свой получу как линейная комбинация этих M-лянд? Вроде мы их так построили, да? То есть мы специально взяли и любой... и симметризовали всевозможные мономы во всевозможных степенях от N переменных. Поэтому это... то есть мы доказали только что теорему, что M-лянд, да? Что пусть, значит... пусть лямбда... это такое разбиение лямбда 1, так далее, лямбда N. ну, то есть... ну, то есть... то есть разбиение... разбиение... разбиение на... не более чем N слагаемых. ну, то есть некоторые лямбда могут быть нулями, да? но не более чем N слагаемых. Тогда M-лянд это базис... значит, ну, давайте сейчас я скажу, что такое базис все-таки в пространстве симметрических многочленов от N переменных. Ну, такой базис в смысле... что значит базис? Базис в смысле, что любой симметрический многочлен от N переменных с коэффициентами Z, да? с коэффициентами... с... ну, вас не испугает это слово, да, наверное? из Z. То есть любой многочлен с целыми коэффициентами представляется, как линейная комбинация с целыми коэффициентами M-лянбда, да? То есть базис тут имеется в виду такой базис, это значит линейная комбинация с целыми коэффициентами. Ну, действительно, доказательства следуют из нашего построения. Мы любой... Мы взяли всевозможные маномы и симметризовали их. Таким образом, это базис. А... Подождите, а мы ведь от того базиса не требуем, чтобы минимум зависимы были? Ну, то есть, что нельзя ни один элемент этого базиса пройти через другие... Не требуем, да, 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 не требуем, да. Но... Но тем не менее... Ну, как или... Но все-таки он линейный... Он линейный независим все-таки, да? Ну, просто по определению. Это прям... Это прям настоящий базис. То есть, это каждый симметрический многочлен с целыми коэффициентами единственным образом представляется, как сумма вот таких с целыми коэффициентами таких м-лянд. И сами м-лянды линейные независимы просто потому, что у нас разные разбиения же. А мы разрешаем умножать только на целые числа. Ну, это, наверное, не устное утверждение. Но я предлагаю в это поверить. Значит, доказатель... Доказательство по построению, да? Следует из построения многочленов м-лянд. м-лянд. Значит, ну, а теперь, почему я завел речь про е-лянд. Потому что я сейчас хочу доказывать не вот такое утверждение, а хочу доказать про е-элементарные симметрические вот такое утверждение, что е-лянд. Что тоже е-лянд будет образовывать такой z-базис в пространстве симметрических многочленов. Из которого, конечно, будет следовать такое утверждение, потому что мы видим, что если я, если у меня мой симметрический многочлен, это линейная комбинация с цельными коэффициентами е-лянд, то мы каждое е-лянд, ну, каждое е-лянд, это произведение наших обычных элементарных симметрических, получается в дое какое-то многочлен от элементарных симметрических. Правильно? А как я хочу доказывать аналогичное утверждение для элементарных симметрических? Ну, я хочу как-то связать m-лянд и е-лянд. Ну, оно включает и все, но мне как-то надо научиться выражать все-таки, чтобы это получился базис. То есть оно включает, ну, смотрите, как бы оно включает все яиты, да, а я хочу получить е-лянд немножко. Значит, хочется хотим, точнее я хочу доказать аналогичное утверждение про е-лянд. Утверждение про е-лянд. значит, для этого мне потребуется небольшая подготовительная работа. Небольшая подготовительная работа вот в чем состоит. Давайте вернемся к определению разбиения. Вот разбиение это значит представление числа в сумму натуральных слагаемых. Давайте его тоже многим знакомо представим, как графически представим в виде диаграммы Юнга. Значит, графическое представление это определение. Графическое представление разбиения это диаграмма Юнга. Диаграмма Юнга это такая табличка из квадратиков по строкам, но она не обязательно такая ступенчатая, может быть так вот, и в этой таблице мы по строкам, ну в каждой строке столько квадратиков, сколько чему равно слагаемое разбиение. То есть я просто да, давайте конечно давайте считать, что лямбда 1 тут больше либо равно лямбда 2, больше либо равно и так далее, больше либо равно лямбда n, мы их упорядочим, да, и тогда здесь я говорю, что вот тут вот лямбда 1 квадратиков, тут лямбда 2 квадратиков, тут лямбда 3 квадратиков, лямбда 4, лямбда 5, лямбда 6. То есть такая таблица соответствует какому разбиению? Ну вот 5 плюс 4 плюс 3 плюс 3 плюс 1 плюс 1, правильно? Вот в таком разбиении числа 17. очевидно, что это взаимно однозначно соответствие разбиении таких табличек. Хорошо. Теперь такое странное действие. Я хочу сделать таблицей, а именно хочу ее транспонировать. Прошу прощения, отразить относительно вот такой диагонали. Симметрично отразить относительно вот такой диагонали. я беру главную диагональ основную и отражаю просто симметрично. Я, конечно, тоже получу разбиение. Ну вот получу новое. Значит, это было разбиение лямбда. как я буду? Давайте я буду называть его сопряженное определение. Это сразу два новых слова ненужных, да? Сопряженное разбиение лямбда штрих это разбиение полученное, которое получается если симметрично отразить вот эту штуку относительно этой штуки. Получается, если маркер закончится, пока я буду писать, симметрично отразить диаграмму Юнга относительно синей диагонали. Относительно синей диагонали. И давайте, ну я же говорил, и давайте что-нибудь посчитаем. Значит, что я хочу посчитать вот такую величину. Смотрите, я могу разбиение записывать вот так, как мы записывали, да, через запятую части просто, а могу немножко по-другому. Смотрите, давайте я посчитаю сколько частей, сколько слагаемых, которые равны единице. Ну, их тут два, правильно? Дальше я посчитаю, сколько слагаемых равны двойке. Их ноль. Дальше я посчитаю, сколько слагаемых равны тройке, их два. Посчитаю, сколько слагаемых равны четверке, их одно. И пятерке одно. Да, я могу разбиение записать в таком виде, как один в степени r1, два в степени r2, три в степени r3 и так далее. Где r1 это вот количество единичек, r2 количество двоек, r3 количество троек и так далее. вопрос. А теперь у меня есть новое разбиение лямбда штрих, лямбда штрих, которое равно лямбда один штрих плюс лямбда, ну, запятая, лямбда два штрих, лямбда три штрих и так далее. как связаны вот эти числа r у разбиения лямбда и слагаемые лямбда и ты штрихи. лямбда первая это сумма всех r, лямбда вторая это сумма всех 5, кроме r1 и так далее. Да, то есть если наоборот сказать, то r и ты это из вашего только что утверждения следует, что r и ты это кто? Да, разница соседних лямбда. Да, вы только что доказали, что r и ты это лямбда и ты штрих минус лямбда и плюс первая штрих, мне кажется. что бы стереть? Давайте это сотрем или на всякий случай определение сотрем, вдруг оно неправильно было. Значит утверждение, что r и ты это лямбда и ты штрих минус лямбда и плюс первая штрих. Ну действительно, то есть что такое если мы так отразим симметрично, то тут столбцы станут строками, строки станут столбцами. А что такое ирытое? Ну вот это сколько мы длина вот этой или там высота вот этой ступеньки, да? А что такое высота этой ступеньки? Ну понятно, что это вот это минус вот это. А это это как раз соответствующая там часть разбиения штрихованного, а это соответствующая это следующая часть разбиения штрихованного, правильно? То есть как раз эта разница лямбда и штрих минус лямбда и плюс один штрих, как раз высота вот этой ступеньки или длина, которая как раз ирытая по определению. Согласны? Правильно? Правильно? Ну то есть вроде это просто такое явное наблюдение про такие таблички. Вот это такое наше значит доказательство R и T это высота ступеньки вот такой вот это вот ступенька очевидно и она равна разности соседних слагаемых но она равна разности высот столбцов которые являются строками в разбиении лямбда штрих соседних слагаемых разбиения лямбда штрих которые были они были столбцами были столбцами столбцами у разбиения лямбда вот такое вспомогательное утверждение не они были столбцами ну вот они были столбцами у разбиения лямбда я имею ввиду что вот эта ступенька она равна вот этой разности а эти столбцы они стали строками у лямбда штрих правильно и мы написали что R и T равно лямбда и T штрих минус лямбда и плюс первое штрих ну потому что мы их вот так упорядочили по возрастанию ну последний R n равен просто лямбда н нему штрих да значит зачем все это нужно за тем что я хочу такое утверждение сформулировать и может даже доказать теорема что E лямбда это M лямбда плюс сумма каких-то A лямбда мю M мю где A лямбда мю это целые числа нет даже наверное натуральные сейчас где да а лямбда мю даже натуральные числа а лямбда мю натуральные а смотрите ну вот лямбда это наше разбиение а мю вот давайте мы ну мю это как бы разбиение которое меньше разбиение лямбда что значит разбиение мю меньше разбиение лямбда но это значит что вот если мы их если мы запишем в общем если мы лексикографически упорядочим разбиение то оно меньше вот в этом смысле лексикографического упорядочивания то есть в смысле лексикографического упорядочивания то есть например вот если у меня есть какое-нибудь разбиение там а ну вот это наше разбиение 1133 4 5 то если у меня Если есть еще разбиение с таким же количеством частей, но там вот такое, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, то верхнее разбиение больше нижнего. Когда мы их упорядочим, если, ну а если бы у меня было как-то, ну в общем понятно, мы просто их упорядочиваем, сравниваем, если в какой-то момент больше, слагаемое больше, то это разбиение больше. Так как у нас все упорядочено, то такое сравнение, оно отношение эквивалентности. Количество слагаемых, да, сейчас. А, сумма, не, нам все-таки нужна, чтобы была равная сумма, да, я тут не очень хорошо написал. Да, да, нам все-таки, мы хотим сравнивать все-таки одинаковые, да, плохой пример, мы хотим, наверное, сравнивать все-таки с одинаковой суммой, да, и, ну вот может быть что-то. Вот такое, да. Ну да, и мы считаем, что вот это больше этого, потому что тут вот оно начинается с единички. Вот, значит, ну смотрите. Доказательства. Доказательства такое. Давайте посмотрим на е лямбда штрих. Ну, у нас есть разбиение лямбда, да, а я смотрю на е лямбда штрих, вот на транспонированное. Значит, это е лямбда один штрих умножить на е лямбда два штрих умножить на е лямбда н штрих. Да? Ну, я знаю, как это можно, как это можно переписать теперь. Через R-ки. Как это можно переписать через R-ки? Доказательства. Да. Ну, а, ну правильно, да. Давайте, может быть, так и перепишем, да. Значит, как вы говорите, что лямбда… Первая сумма R. Давайте попробуем так переписать. Да. Это е… А, ну хорошо, вы хотите вот так, да? Это е… R1 плюс так далее плюс Rn. Давайте попробуем так переписать, получится ли… Вот так вот вы хотите, да? И так далее. Еrn. Вот тут где-то умножить должны быть, тут умножить и умножить. Получится ли так? Давайте подумаем. Значит, теперь я хочу расписать их по… Через иксы. Допустим, последние Rn. Я хочу их расписать через иксы и посмотреть, что вообще получается. Так, конечно, это, может быть, не очень понятно будет. Можно ли понять, что тут… Мм? Допустим, такие иксы. Иксы? Как, у нас же переменные… Сейчас, у нас же переменные, у нас же… У нас же… У нас же есть переменные. Все, я понял, да, все хорошо, я иксы у нас, да, их давно не было, но вот все-таки они у нас есть. У нас, как бы, е икатый – это такая сумма x и 1, x ик, и 1, меньше и так далее, меньше ик от 1 до n. А, это у нас числа уже, да? Н, и, да. Это, конечно, так, записывается через R-ки, но я бы хотел… Но тут через иксы как-то сложно, да, получается? Какое-то непонятное R1 плюс Rn большое. А можно ли, а можно как-то вот с самого, если вот так не записывать, да, а как-то с самого начала их переписать вот, чтобы там через, чтобы у меня было видно, что это E1 в какой-то степени, там, E2 в какой-то степени. Вот так мне не очень хочется, мне хочется… Вот смотрите, я… Правда же, что лямбда штрих, лямбда штрих же у меня можно представить еще это, что это действительно, это лямбда 1 штрих, лямбда 2 штрих и так далее, лямбда n штрих. А еще это, я могу в таком виде представлять, E1 в степени R1 штрих, 2 в степени R2 штрих, 3 в степени R3 штрих и так далее. А R штрих у нас, соответственно, работает с лямбдами без штриха. Да, а R штрих работает с лямбдами без штриха. Вот как-то можно вот это переписать в терминах… Сначала в терминах R штрихов. Ну вот сейчас, давайте, может, какой-нибудь… Вот смотрите, да, принимаются идеи, как это можно сделать. Значит, как это у нас выглядит? Ну вот так это выглядит, например… Ого! Значит, ну вот, например, лямбда равно… Ну, лямбда штрих, да, равно лямбда 1 штрих, лямбда 2 штрих, да? Значит, вот это вот лямбда 1 штрих, вот это лямбда 2 штрих. Тогда как оно представляется? Это же лямбда 1 штрих в степени 1, лямбда 2 штрих в степени 1, правильно? Ну вот если я запишу, я… Ну, то есть, когда я записываю так вот, как 1 в нулевой, 2 в нулевой и так далее, у меня будет вот лямбда 2 штрих в 1, дальше там еще что-нибудь там, лямбда 1 штрих в 1. Значит, и у меня там написано, е лямбда 1 штрих на е лямбда 2 штрих. Это кто такие? Это я беру сумму иксытых, да, где их множителей лямбда 1 штрих и умножаю на сумму иксытых, где множителей лямбда 2 штрих. Ну, давайте какой-нибудь, еще конкретный какой-нибудь пример, давайте. Значит, ну вот у меня, не знаю там, вот такое разбиение 3, 2, да? Значит, это разбиение 1 в 0, 2 в 1, 3 в 1. Такое разбиение пятерки. Значит, тут у меня е лямбда штрих равно е5 равно е2 умножить на е3, да? Это значит сумма иксы иксж умножить на сумму иксы иксж икска. Как-нибудь вот, а теперь у меня есть, значит, r и r, теперь у меня есть r, вот единица и единица, да? И я хочу сказать, что это... А, ну, собственно, я это и хочу сказать, да? Я хочу сказать, что, ну, даже вот, мне интересно вот это, я хочу сказать, что это, ну, просто е2 в 1 умножить на е3 в 1, правильно? То есть это е1 в степени r1 умножить на е2 в степени r2 умножить на е3 в степени r3, правильно? Даже мне для этого не нужно переписывать через иксы. Ну, где r1 равно 0, r2 равно r3 равно 1, да? Ну, просто я... Ну, как бы... Ну, это же очевидно. То есть я хочу сказать, что я посмотрю вот это... Посмотрю, сколько тут е1-ов. Ну, сколько тут е1-ов? Сколько в этом произведении е1-ов? Ну, r1, правильно? Значит, это е1 в степени r1. Сколько тут е2-ок, е2? Ну, столько, сколько слагаемых равных 2-м. Это ровно r2. Ой, это только штрих, да? r2 штрих. Так, что-то слишком много букв, да? И штрихов, и не штрихов. Ну, то есть я хочу сказать, что я такой хочу сделать очевидно, ну, такой, просто переписать. Такой очевидный переход. Я от лямбд перешел к... От лямбд перешел к r. Просто посмотрел, сколько тут множителей е1. Правильно? Ну, то есть ничего хитрого пока не делал. А теперь же хочу воспользоваться утверждением, которое где-то я стер уже. А вот, нет. Вот этим. А, ну, тут надо, конечно, заметить, что если я сделаю штрих к штриху, то получу исходную диаграмму. Ну, это понятно. Если я два раза отражу от нас на этой синей диагонали, то получу свою диаграмму обратно. Поэтому это будет е1 в степени лямбда 1 минус лямбда 2 умножить на е2 в степени лямбда 2 минус е2 и так далее умножить на еn в степени лямбда n. А теперь уже я у этой штуки хочу посмотреть на представление через иксы. Да, я поторопился. Ого. Я поторопился с представлением через иксы. Вот теперь я хочу через иксы. И я хочу посмотреть на самую старшую степень по икс. Какая она, чему она будет равна? Ну, по, в смысле, что такое старшая степень, да, я прошу прощения. Это просто сумма, сумма степеней каждого икса, входящего в маном. Какая будет максимальная суммарная степень? То есть, вот хочу, значит, какая максимальная суммарная степень после раскрытия скобок, раскрытия всех скобок в... Что-что? Сумма степеней. Правильно. Какие возможности несложно проверить? В представлении через икс один и так далее, икс н. Ответ. Лямбда 1 плюс и так далее плюс лямбда n. А почему? Ну, потому что у нас е1 на первой степени, получается, лямбда 1 минус лямбда 2, плюс 2 умножить на лямбда 2 минус лямбда 3, ну и так далее, плюс 3 умножить на лямбда 3 минус лямбда 4 и так далее, плюс n на лямбда n. Да, вы говорите так, плюс... Возвращается... Часовать это... Плюс 3... И у нас все с плюсом, я замечу, да? У нас тут как бы все везде плюсы. 3 лямбда 3 минус лямбда 4, плюс и так далее, плюс n лямбда n, да? И видно, что тут каждый раз, ну просто по индукции можно увидеть, что это будет сумма лямбда. Отлично. Это что значит? Замечательно мы заметили. Что это значит? Это значит, что... А все остальные степени будут меньше. Это значит, что я... Давайте так напишу, что это будет... Ну вот я напишу, что это будет, так условно, x в степени лямбда, да? Какой-то маном плюс... Что-то еще. Плюс слагаемое меньшей суммарной степени. Теперь вопрос. Что-что? Теперь вопрос. Вот если у меня есть маном суммарной степени лямбда, то вы согласны, что мы уже получили вот это слагаемое здесь? Ну, суммарной степени, вот если, значит, ну лямбда, да, лямбда у нас это... Да, у нас лямбда 1 и так далее, лямбда куча, это вот... Да, это ведь одни и те же лямбда во всех записях, да? Да, 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 да. Ну тогда да, потому что сумма всех лямбда это лямбда, а вот это, как раз, таки, м лямбда. Сумма всех лямбда это лямбда, да, у нас... Ну давайте я напишу, да, что лямбда 1 плюс лямбда... Где-то вот в теореме, да? Давайте я вот тут напишу. Лямбда это лямбда 1 плюс и так далее плюс лямбда n. Значит, а у нас многочин симметрический, и поэтому если у нас тут один такой маном, то все они тоже входят. А все такие маномы в сумме образуют по определению нашим лямбда. Правильно? Ну вот все возможные... То есть у меня тут написано как бы вот это вот в кавычке, это на самом деле x1 в степени лямбда 1 и так далее, xn в степени лямбда n, да? А можно вопрос? Да. А правильно я понимаю, что мы во всех определениях лямбда все-таки упорядочивали, да? Да, да, мы все... Потому что вы так сначала не говорили про это, а потом... Да, 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 я даже, мне кажется, потом подошел и написал сюда, что я его упорядочиваю. А у m написали? У m тоже? Да, у m тоже упорядочиваем, да, да, да. Мы, конечно, у всех упорядочиваем, мы упорядочиваем, иначе все будет плохо. Значит, это вот такой набор. Раз такой входит, то и все перестановки тоже входят, потому что у нас многочин симметрический, а все остальные меньше уже. Поэтому тут входит m лямбда, причем с коэффициентом ровно один. Как вы тут заметили, да? Тут неоткуда взяться ни один коэффициенту. Значит, это равно на самом деле m лямбда, ну, плюс... Плюс что? Плюс всякие слагаемые меньшей степени. Ну, мы их тоже давайте все соберем в наши m мю, которые уже меньше, разбиение меньше, чем лямбда. Суммарная степень у них будет меньше. И эти а лямбда, ну, вот эти коэффициенты, они действительно будут натуральными числами, потому что у нас тут ничего, кроме положительных коэффициентов, не возникает в этом произведении. Почему? Меньше может быть на мю по предположению? Нет, ну просто... Потому что у нас тут какой-то симметрический многочлен. но мы представим его в виде комбинации m мюшек. А все просто... Ну, а коэффициенты все будут положительные, потому что у нас тут... Нет, так плохо говорить, да? Так плохо говорить. Сейчас, по сути, все, что хотят в этой теореме, просто выделить m лямбда и все, а все остальное... Все остальное на самом деле не важно, да. Что-то меньше степени, которая как-то выделила, да? Да, 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 да. Мне на самом деле даже не важно, что тут натуральные числа, да. Но все-таки, наверное, они там натуральные. Потому что... Значит, у нас там остается какой-то... Ну ладно, на самом деле, нам, мне кажется, нигде это не будет важно. Да, ну да, давайте, не важно. Да, нам сейчас это не важно. Значит, ну теперь смотрите, что. А теперь я утверждаю... Плюс сумма меньших степеней. А теперь я утверждаю, что я по индукции могу обратно выразить... Ну, а теперь как я буду доказывать несформулированное вот... Да. Можно переход на это последней строчкой? И вот то, что это равно... Нет, последняя строчка вот вообще на доске центральной. Вот эта. Нет, мы поняли, что максимальная степень у манома это вот лямбда. Да. Почему маномы... У нас вообще будут присутствовать маномы x1 степени лямбда 1 и так далее, xn, λn. То есть потом вот переход на левую точку. Почему все будут присутствовать такие? Ну, да, по сути, то есть мы... Потому что многочлен симметрический. Потому что если входит... Если у меня есть маном какой-то степени... Почему именно такой маном присутствует? Потому что прям он тут написан. Смотрите, тут же он будет, ну прям вот. А, ну хорошо, вы хотите сказать, что вообще-то я могу получить тут какой-то, да, там, sigma от единицы, sigma от n, да? Ну, по сути, да, но только сумма у них будет лямбда. Да, да, давайте, ну хорошо, давайте напишу тут sigma от единицы, sigma от n, где sigma какая-то перестановка, да? Но у нас же многочлены все симметрические. Не-не-не, вопрос не про это. Вопрос про степени. Почему они не могут как-то по-другому распределиться? Лямбда 1, то есть у нас не лямбда 1, а какой-нибудь a1 будет до an. То есть вот вверху мы говорим, что на их и степени. Суммарно у них будет лямбда. Да. А почему именно лямбда 1 и так далее лямбда 1? А, ну потому что у нас части разбиения же такие. Я же специально взял тут лямбда штрих, к этому лямбда. То есть у меня есть какое-то выделенное разбиение лямбда, ну вот зафиксированное в теореме. Я вот это вот. Я к нему конкретному взял сначала сопряженный лямбда штрих, поэтому тут ровно будут вот такие лямбда и t из условия теоремы. И поэтому тут будет ровно эта лямбда 1 плюс лямбда n. Да, но мы же когда раскроем скобки, мы не обязательно совсем... Ну то есть я понимаю, что у нас сумма лямбд это та же самая... А, в смысле, что я понял, вы говорите, что... Почему конкретно эти значения лямбд? Ну то есть мы раскроем скобки, по сути. Да, 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 да. Давайте мы посмотрим на самый... Да, 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 я понял вопрос. Что вы говорите, а вдруг... Действительно понятно, что степень будет такая, а вдруг тут будет не сумма лямбда, а там сумма ашек, которые в сумме тоже дают лямбда. Ну потому что... Что я предлагаю увидеть тут? Ну вот смотрите, тут же у нас как бы написано, что вот это будет... Нет, вообще мы должны... По-моему, если мы не приближали, то мы в принципе получаем все маномы, сумма на 7 миллиардов, вроде как. Абсолютно 7, нет? Ну, там, с каким-то разными ограничениями. Ну, потому что мы можем сначала взять x1 в степени, ну, у нас сейчас получается там сумма x-ов сначала, мы в степени лямбда 1 минус лямбда 2. Да. Я вам это слагаю, у нас получается x1 в степени лямбда 1 минус лямбда 2, или x2 в степени, в такой же степени, или любой из других x-ов. Да, но у нас... Это, конечно, потому что мы получим все перестановки, но вот порядки здесь все-таки будут зафиксированы, да? Ну, в смысле, набор порядков, набор показателей степеней будет зафиксирован. Сейчас, но не правда ли, если я скажу, что все-таки... Ну, вот да. Ну, вот у нас вот так вот написано, да? Это что значит? Ну, посмотрим на степень x1, да? Это будет лямбда 1 минус лямбда 2. Значит, дальше что будет? Ну, дальше будет... Лямбда 2 минус лямбда 3 у x1 непосредственно, и поэтому, когда мы их перемножим, мы получим лямбда 1 минус лямбда 2. Да, то есть вот эта степень отсюда. Когда мы возьмем x1, x2 плюс и так далее в степени лямбда 2 минус лямбда 3, у x1 степень будет действительно лямбда 2 минус лямбда 3. Лямбда 1 минус лямбда 3. Ну, ну, да, после перемножения суммарно будет лямбда 1 минус лямбда 3. И так вот она сократится, да. И в конце будет лямбда 1, который прибавится как раз, и действительно получится лямбда 1 именно. Да, все нормально. Ну вот. И если мы подогнали 1, это не значит, что мы подогнали все. А значит, потому что у нас симметрически многочисленные... Нет, в смысле, все остальные точно так же. Ну, они же... Стоп, если там во второй блоке мы возьмем слагаемое, которое не содержит в них 1. То просто мы сначала смотрим, вот просто берем некоторые слагаемые, определяем, и смотрим, в какой степени они в итоге уйдут. То есть x1, самая большая степень, которую он ходит, это действительно лямбда 1. Да. Но почему... Вот, то есть мы раскрыли скобки, у нас получился какой-то член, у которого есть x1 в степени лямбда 1. Да. Но почему у нас... Ну... При нем же будет x2 в степени лямбда 2. Ну, это правда. Давайте как-то это увидим, да. Это вопрос, конечно, правильный, и это ответ на него утвердительный. Ну, почему? Ну, давайте... То есть действительно, при x1 мы увидели, что получается старшая степень лямбда 1. Да. Теперь смотрим на соответствующий коэффициент при x2. Откуда он берется? Ну, это x2 лямбда 2 минус лямбда 3 плюс лямбда 3 минус лямбда 4. То есть мы просто то же самое рассуждение, начиная с e2. Просто мы специально можем, по сути, выбрать вот в этих маномах x1, потом во втором x1, x2, третьем x1, x2, x3 нужно выбирать. Да, да, да. Да, действительно, давайте просто вот тут вот... Давайте вот так рассуждать, действительно, просто говорить. Возьмем отсюда x1 в степени лямбда 1 минус лямбда 2. Потом отсюда x1, x2 в степени лямбда 2 минус лямбда 3. Дальше отсюда x1, x2, x3 в степени лямбда 3 минус лямбда 4 и так далее. В степени лямбда n. Это будет ровно маном x1 в степени лямбда 1 и так далее, xn в степени лямбда n. А вот это рассуждение показывает, что больше степени не бывает. Слушайте, а если мы там возьмем, например, второй в степени x1, x2, x2, x3? Ну, неважно. У нас тоже получится маном симметрический ему с такими же. Да, с такими же, да. Но важно, что у нас будет такой маном. Как вы правильно заметили, больше степени не может быть, а все, которые получаются перестановкой показателей, тоже будут, потому что многочлен симметрический. Нет, а почему у нас не возникнет других разбиений лямбды? То есть если у нас там есть, например, если мы возьмем x2, x3, например, а не x1, x2, тогда у нас при x1 останется степень лямбда 1 минус лямбда 2, ну там, плюс лямбда 3 минус лямбда 4 и так далее. У нас е2 тоже симметрический, мы можем быть, там в нем есть слагаемое x1, x2, ну 3. Нет, вопрос в том, вот у нас есть тут такой, почему тут все остальные меньшей степени будут, да? И при этом суммарной степени вроде такая же будет? Нет. Суммарной степени будет такой. Потому что она тоже будет лямбда 1 минус лямбда 2 плюс 2 умножить на лямбда 2 минус лямбда 3, но конкретной степени при x2 будут другие. И тогда уже будет такое разбиение лямбда. Да, давайте, хорошо, вы говорите, что возьмем, значит, x1 в степени лямбда 1 минус лямбда 2, а дальше из второй скобки возьмем x2, x3. Ну, такой же, может, точно будет? Да, тогда при x1 все-таки будет степень меньше. Да, но будет ли лямбда 1 минус лямбда 2 это какой-то другой степень из набора лямбда, которая позволит нам сказать, что эта штука будет просто симметричной, ну, какой-то перестановкой. Да, то есть вопрос в том, вот мы получим, значит, мы там еще возьмем какой-нибудь там x2, x3, x4 в степени там лямбда 3 минус лямбда 4, да, и так далее. И мы получим какой-то набор, значит, x1. Почему он получится перестановкой этого, да? Какие-то вроде, кажется, что не под офицем. Наверное. То есть понятно, в чем проблема вообще? Потому что мы тут утверждаем, что мы получим только 1 м лямбда. что тут может быть какое-то другое разбиение такого же, такой же суммарной степени. Ну, понятно, что суммарная степень. То есть нам нужно, по сути, доказать, что все остальные разбиения будут мажорироваться этим, да? Да. Хорошо. Казалось мне, что это очевидно, но... Сейчас, но мы же имеем право заявлять, что x1 наибольший, наибольшее вхождение, ну, потому что иначе просто посмотрим на симметричные. Там у нас у m... Ну, то есть мы можем попросить, чтобы у нас x1 и так далее xn именно упорядочились по степеням. Да, давайте действительно все вот из каждой, из каждого такого как бы м лямбда гипотетического, который получится здесь, упорядочим их сначала, возьмем упорядоченный x1 и так далее xn. А потом у нас получается, что просто... Если мы возьмем такое, то у нас получается ровно такой. И других... Нет, не все понятно. Ну, другие могут быть, но они будут мажорироваться этим, потому что у нас лямбда 1 минус... у нас у x1 будет уже не лямбда 1, а лямбда 1 минус лямбда 2 или какие-то меньшие значения. Мы никак... Если тут у нас будет... Если я не прибавлю тут лямбда 2, а буду прибавлять другие разности, то у меня обязательно будет меньше, потому что у меня разбиение лямбда 1 больше или равно лямбда 2, больше или равно и так далее. Поэтому если я так упорядочу, то я лямбда 1 уже тут не получу. Это правда интереснее я сказал? Ну, то есть что у нас тут там может... То есть я получу тут лямбда 1 минус лямбда 2, если я... Что у меня может быть? У меня может тут там лямбда 4 минус лямбда 5? А, вы хотите сказать, что разность их нет? Это все-таки не очень верное утверждение, которое я сказал, да? Нет, просто смотри, мы можем сказать, что даже если она самая большая, то мы здесь не... Ну, мы здесь не очень брали. Мы здесь брали, что у нас каждый моном, который мы уберем, из симметрического, он содержит X1. И на этом вот у нас строилось, что в его степени это как раз-таки 1 минус лямбда 2. Если у нас никакой X не будет содержаться у всех мономов, которые мы уберем, то у нас... Степень... Получится что-то, что-то очень странное. Мы можем заявлять, что X1 не будет больше. Да, нет, мы говорим так. Мы говорим, что X1 это наибольшая степень, но... То есть мы их так упорядочим всем лямбда, чтобы X1 входил в наибольшей степени. И тогда... Эта наибольшая степень это лямбда 1. Он в большей степени входить не может? Потому что... Ну, в большей степени понятно, что он не может входить, не может. Ну, все. Это шаг индукции. А, ну, хорошо. И так мы говорим, что каждый может быть не больше, чем лямбда в степени. А так, если супер обыдет, то... Так, ну, я боюсь, что мы, конечно, всех запутали уже тут, да? Все... Все... Ну, вот, то есть, видите, а, да, а теперь, собственно, я утверждаю, что, значит, не знаю, я надеюсь, что не все уснули еще, те, кто не участвовали в этом яростном обсуждении, значит, вроде мы убедили себя, что действительно получается вот M лямбда такой вот, а все остальные меньших степеней, а дальше мы говорим, что, ну, тогда мы по индукции можем обратно выразить M лямбда через E лямбда. Сначала выразить M1 через E1, ну, M суммарное 1 через E1, дальше лямбда равная... Все M лямбда равные 2 через E2 и так далее, потому что здесь у меня M мю меньших степеней. И тогда, раз у меня симметрический многочлен представляется как линейная комбинация M лямбд, я получаю, что я вместо M лямбд запишу E лямбда. Ну вот смотрите, то есть... То есть мы хотим сказать, что сначала мы говорим, что мы выражаем E1, M1, да? Да. Вот мы делаем так и дальше, а дальше мы можем выразить каждую E лямбда, потому что у нас там M мю, которые... Которую мы уже выразили, да. То есть мы сначала говорим, что M... А теперь важно вопрос. Да. А получается, что система линейного управления или нет? Ну да, ну такая диагональная, как бы, да. Но эта система, правда или что она будет иметь равнодрогрешение? Ну да, потому что... Ну смотрите... Иначе у нее проблемы никакой. Ну она такая... Ну она же как бы такая диагональная... Ну то есть смотрите, мы говорим, что вот E1, это M1, да, как вы мне уже говорили. Дальше мы знаем, что E2... Дальше у нас есть E... Да, у нас есть E2. Это будет M2, да, это будет M2 плюс, значит, какая-то сумма А лямбда... Ну какая-то сумма с какими-то коэффициентами. M1, да. Значит, M1 мы уже выразили, значит, E2 мы умеем выражать. Дальше E3, это будет M3 плюс, ну вот, сумма уже меньших. Этих... M1 еще, да, есть. Но только я тут плохо... Простите, простите, давайте я все-таки буду по-другому писать. Тут вот у меня как бы... Ну я пропустил, да. Это же... Давайте я еще допис... Да, еще есть 1,1. E1,1. Это M1,1. Плюс тоже сумма M1. А вот дальше уже там... E2,1. E3. E1,1,1. Это я пишу разбиение лямбда, да. Это будет, соответственно, M2,1. Плюс сумма что-то умножить на M. 1,1 плюс что-то умножить на M2, плюс что-то умножить на M1, которые уже выражены. А правильно я понимаю, что ведь E1,1 равняется M1,1 в строении, да? Да. Ну да, 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 да. И так далее. Вот для всех разбиений я так получаю. А индукция у нас идет по лямбде? По... Ну да, по лямбда. По сумме лямбдой. По сумме лямбда, да. Да, индукция. Индукция. По лямбда 1 плюс туда плюс лямбда N. В общем, да. Таким образом... Ну хорошо, кто-то все-таки осознал, да, что мы что-то доказали? Но я прошу прощения у остальных, мы тут что-то как-то заговорились какой-то, в общем. Вот объясняли, то есть E1, E2, E3, а не очень понятно, что такое, допустим, E1, E1. E1, E1 это, смотрите, это вот произведение, где, а вот, вот, смотрите, E лямбда, и где лямбда это разбиение, это произведение ешек с номерами слагаемых этого разбиения, то есть E1, E1 это наш E1 умножить на E1, это E2 умножить на E1, это просто E3, это E1 в кубе, Ну, это Е2 и Е1. Таким образом, мы, значит, еще раз, что мы сделали, да? Мы сначала доказали, построили этот монумиальный базис, прикольный. Поняли, что он является базисом действительно, ну, что он, через него все симметрические, любой симметрический выражается, как с линейной комбинацией. С целыми коэффициентами. Выразили через него, через этот М-Лямбда Е-Лямбда, причем специальным способом. Таким образом, симметрические многочлены выражаются через Е-Лямбда. А что значит, что они выражаются через Е-Лямбда, как с целыми коэффициентами? Значит, в итоге у нас получится какой-то многочлен от обычных элементарных симметрических. Ну, то есть, если у меня многочлен есть, ну, вот как у нас какой-то был пример, да, сначала. Что там у нас было, X1 в кубе плюс X2 в кубе, вы говорили, что это Е1 в кубе минус 3 Е1, Е2, да? Ну, вот, то есть, в наших новых обозначениях это значит Е3, ой, Е1, Е1, Е1 минус 3 Е1, Е2. Ну, то есть, наверное, лучше 2.1. Да. Что у нас Е1? Е2.1. То есть, мы как бы сначала вот этот вот многочлен представляем как линейная комбинация монумиальных, дальше монумиальные выражаем через эти Е-Лямбда и дальше Е-Лямбда выражаем. То есть, я ведь, наверное, там, где у нас Е1, Е1, там еще надо плюс сумма M2, мне так кажется. Потому что там оболочим квадраты, которые через 1.1 и M1 не выражаются. Ну, там, иначе ягодальку не было выражаться. Да, да, правильно, конечно, потому что, потому что 1.1 больше, чем 0.2. Да, тут еще должно быть. Ну, не 0.2, а 2.0. Ну, 2.0, да, да, да. Стоп, а 2.0 больше? Нет. Наоборот, у нас, ну, у нас Е1 встретилось раньше, поэтому... Тут где-то... Ну, вот как только единицы становятся больше, ну, вот 1.1 больше, чем 0, чем 2.0, да? Ну, потому что... Потому что 1 больше 0. Ну, мы смотрим вот отсюда, да? Это обратно ли графически, да? Нет, я, 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 честно говоря, я вроде в самом начале там написал такой пример, но я считал все время, что вот так вот. А, вот. Что вот 1 больше 0, и значит все. Хорошо, да. Так, а стало лучше или хуже? А, хорошо, фуф. Ну, вроде нет. Да, 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 да. Я, я изначально, я прошу прощения, вот тут, вот была ошибка вот тут. Это была опечатка. Я надеюсь, что я в том примере, который там писал, тоже имел в виду так, что мы начинаем считать с меньших, смотрим на меньше, и как только один из них больше, значит, этот набор больше. А если мы не 2 раза, когда мы будем достигать, то мы уже не будем возрастать, что там вещество, что там вкладывать? Нет, нет, смотри, мы как бы их сравниваем обратно или с их графически, но когда-то нам там вот... Да, мы там порядочен, да, 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 да. Поэтому все, вроде все должно сходиться, да. Но это действительно, да. Рукомахание такое небольшое, да. А с травмом нуля мы выполняем или нет? Да, если что, нуля мы выполняем, да. Ну, в общем, это остается в качестве додумывания, но вроде, вроде я даже нигде не обманул, мне так кажется. Значит, да, мы получили, то есть мы уже знаем 2 базиса, но на самом деле они все не самые классные. Я до самого классного сегодня не дойду даже, но давайте я еще скажу, что... Есть, я на самом деле хочу еще 2 базиса предъявить в симметрических многочленах. Значит, третий базис такой. Третий базис. Это называется полные симметрические многочлены. И я хочу симметрические многочлены. И я хочу в наши элементарные еще добавить степени. То есть разрешить показателям быть одинаковыми. Ну, я имею в виду, что H1 это E1, это просто X1 плюс так далее, плюс Xn. А H2 это... Третий базис. Да. Почему не первый, не второй, не второй. Ну, у нас был первый это M, второй это E, а третий это такие полные симметрические многочлены. Сумма X это X ж это, где I меньше либо равно G, меньше либо равно N, больше либо равно 1. То есть это такая, ну вот, X1 в квадрате, плюс так далее, плюс Xn в квадрате, плюс еще все... Как я скажу, плюс E2, да? Ну, плюс X1, X2, плюс так далее, плюс Xn минус 1, Xn. Ну, в общем, разрешаю, разрешаю показателям быть равным при переменных, разрешаю переменным быть равными, и поэтому получаются всякие квадраты и степени. Значит, как выражаются? Ну, вот, E1 мы, конечно, выразили через H1. А как H2 выражается? Или как H2 с E2 связать? Ну, типа, это H... Ой, сейчас, C2 в квадрате минус... Так, ну, короче, степени квадраты выражаются на минус 2, E2, и нам нужно к этому прибавить... Нет, E2. Ой, E2, E2. У меня это просто минус E2. Просто минус E2, да? Ну да, то есть давайте я так запишу, то есть это равносильно тому, что H2 минус H1, E1 плюс E2 равно нулю, да? А как H3 выражается? Ну, через E, да, или через предыдущий H? Ну, через E лучше, да, наверное. Видимо, E1 в губе минус E1 может на E2 с каким-нибудь коэффициентом. А потом это упражнение засустрелить. Давайте попытаемся просто что-то симметрично настроить, а потом проверить. Да. Давайте. Ну, давайте от кого-нибудь маленького числа переменных напишем. Ну, что такое H3 от X1, X2, X3, например? Сначала сумма трех кубов, конечно. А потом еще... Плюс... Плюс что? Ну, плюс вот такие квадраты, да? Да. Ну, так их много, да? Да, X2, квадраты X1. Да, X2, квадраты X1. И X2, квадраты X2. И X2, квадраты X2. И X1, квадраты X2. И X2. Продичь, да? Чего-то там меньше, чем 27 слагаемых получилась. Ну, видимо, мы как бы про коэффициенты тройки, наверное, написать. Мы хотим же еще коэффициент... Сейчас, вот эти с коэффициентом... Эти без коэффициентов? Да, вот тут... Эти с тройкой, наверное, то, наверное, шестер. Да, вот тут мы хотим вот так написать, да, и тут мы хотим вот так. Ну, смотрите, мы же... Мы тут упорядочиваем, да? Поэтому тут нет никаких коэффициентов. Коэффициентов нет, они получатся при раскрытии скобочек. А, сейчас мы еще другой смотрим. Вот, это мы представляем, аж, который правильно. Да. Вот здесь нравится произведение у скобочек минус 3, на вот эту штуку минус 6 на 2, на другую штуку не имеет. Ну, может, не серия, может. Значит, я один в кубе явно будет, да. Ну, а что такое я один в кубе? Это вот такая же штука, только там у х1 на 2. Да. И так было у других коэффициентов. Да. Значит, тронда вычесть. С 2 и 2? В общем, так. 2 и 2. Нет, не просто и 2, но, наверное, умноженное и 1. Должно быть, 2 и 2 умноженное и 1, конечно, да. Я это потому что только получаю. И, наверное, минус 5. Или уже плюс? Почему плюс? Нет, точно не плюс. Точно не плюс, здесь должен минус, потому что у нас там полчаса куча с... Так, ну ладно. В общем, видимо, я должен... Да, у меня уже поезд скоро. Значит, домашнее задание все-таки выразить... Выразить h3, да. И, ну, как-то увидеть какую-то закономерность в этом, в том, что вы получите, и подумать над тем, почему... Почему это будет тоже базис, да. Ну да, ну или, ну, как хотите, подумайте. Подумайте, да, да, там был... Ну, в общем, почему... Почему h-lambda это тоже базис, да. Вот, а в следующий раз тогда мы это обсудим и обсудим еще четвертый, самый лучший базис, который называется многочленами Шура. Шура, ну и, в общем, что успеем. Да. Ладно, да, на сегодня тогда все. Спасибо.